Севастополь 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 Моментально и на всех уровнях власти и президента, и правительства, и правительства Севастополя идет очень интенсивная работа. Тут у нас идут дискуссии, как долго может занять эта история время, как долго это будет продвигаться. Мы понимаем, что как только закончится проектно-осметный период, мы должны будем покинуть помещение и оставить театр. Мы изучили опыт других театров, которые переоснащались, что другие театры — это полтора-два года. То есть это момент ремонта, который мы можем пережить, сохранив труппу, сохранив коллектив. Ведь коллектив — это не только труппа, это команда большая, у нас 200 человек, и мы должны их всех сохранить. Поэтому два года мы еще переживем, работая на других площадках города, выезжая на гастроли, фестивали, а вот больше мы уже не потянем. Поэтому мы всем говорим, что давайте, нам нужно успеть как можно быстрее, но качественно. Но качественно, это правильно. Ну и второй момент, который был озвучен на встрече с президентом, очень важный для нас, это мы просили, мы вообще ничего не просили. Мы просто говорили о проблемах и говорили, что без этого просто не может функционировать театр. Это, конечно же, проблема гастролей, фестивалей. И второй момент, который, ну, я считаю, что это победа нашего коллектива, это то, что нас включили в федеральную часть гастрольной деятельности, федерального агентства, которое называется «Большие гастроли». И мы наряду со столичными театрами, петербургскими, московскими, включены вот в эту федеральную часть. И вот ближайшие гастроли, которые предстоят, уже такой идет тоже интенсивный диалог. Это в декабре мы едем в Санкт-Петербург с гастролями, затем у нас региональные гастроли. Это Уфа, Казань, Йошкар-Ола, потом мы хотим отметить 30-летие последних гастролей в Москве на сцене МХАТа. Были гастроли 30 лет назад, а мы в этом году договариваемся, тоже уже переговоры были, с театром Пушкина, где, надеемся, в ноябре 2018 года покажем наши лучшие спектакли. Поэтому эта встреча с Владимиром Владимировичем, она сразу же принесла очень хороший практический результат. Мы довольны очень. И, по крайней мере, эти два направления, реконструкция и гастрольная деятельность, очень активно будете поддерживать и развивать. Да, да, и развивать. Замечательно. В канун Нового года 2016-го вы сделали не только подарок юным зрителям, две новые сказки, но и подарили взрослым прекрасную рождественскую историю «Снегопад для Киры», сыграв его в том числе и 31 декабря. Станет ли это традицией вашего театра? Вы знаете, мы немножко так побаивались. Думаю, ну, 31 декабря все же делают салат оливье, закупают шампанское где-то, собираются в ресторанах или в тесном семейном кругу. И вы знаете, на 31 декабря билеты были раскуплены уже за неделю до 31 декабря. Поэтому мы поняли, что это прекрасная, замечательная традиция. В Москве тоже ведь не достать билетов на все мероприятия в театры и в концертные залы. Поэтому 31 декабря в 17 часов обязательно будет для взрослых спектакль, это будет премьера, это будет летучая мышь. Я думаю, что мы не просто создадим новогоднее настроение, а мы, ну вот, как принято новогодние праздники отмечать с лучшими друзьями, мы надеемся, что севастопольцы — это наши лучшие друзья, и они должны отмечать его в красивом доме, с хорошей компанией, с хорошей музыкой, с хорошим спектаклем. — Что бы вы пожелали зрителям и коллегам в наступившем сезоне? — Ну, коллегам я бы, наверное, пожелал терпения и творческой энергии. Ну, люди отдохнувшие, я увидел 10 числа такие посвежевшие, помолодевшие лица, полные энергии и желания работать. Это вот, даже этого желать не надо, я это увидел. И я полностью доверяю своим коллегам, потому что я уверен в каждом из них, что они с любовью и трепетом будут работать в каждой роли или на том отрезке ответственности, которые представляют в театре каждый из работников театра, а жителям Севастополя, театралам и особенно тем, кто еще не был у нас в театре, я хочу пожелать, приходите к нам в театр. — Я не могу сказать вам, что вы получите, может быть, колоссальное удовольствие, но вы, по крайней мере, не останетесь равнодушными. Это эмоциональное дело, но вот сегодня вы посмотрели спектакль, и это уникальная история, когда вы его больше никогда не увидите. Это как нельзя в речку войти дважды, так же нельзя один спектакль одинаковый посмотреть, потому что актерская природа уникальна, актер сегодня в одном настроении, в одном состоянии, с одними эмоциями. На следующий спектакль вы посмотрите уже другой спектакль, поэтому всегда ждем вас, наши двери открыты. У нас появились онлайн-продажи, у нас появились электронные билеты, это облегчает очень тем, кто живет далеко от театра, не имеет возможности прийти в кассу. И у нас появились названия, на которые надо заранее приобретать билеты, то есть билеты раскупаются. Поэтому мы вас ждем, желаем вам здоровья, терпения тоже, потому что жизнь непроста. Непроста, и когда вы приходите в театр, он, как знаете, в служебном романе, да, цирка нам хватает и дома, да, как сказала Герония. А в театр приходите. А в театр приходите. Григорий Алексеевич, мы вас ждем. Спасибо вам огромное за беседу, а я пожелаю вам ярких постановок, благодарных зрителей и отличного театрального сезона. Спасибо вам еще раз. В студии была Мария Боленская. До новых встреч на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова